Сегодня в холле седьмой школы нет ни одного ученика, спешащего на занятия. Торопятся сюда взрослые, хотя родительские собрания обычно в 9 утра не проводят. Час назад здесь начал работу избирательный участок, и он уже принимает первых голосующих. На территории школы работает сразу два избирательных участка. Всего учреждений должно проголосовать более трех тысяч человек. У нас на момент открытия сегодня избирательного участка по списку 1708 избирателей. Дома, которые относятся к нашему участку, всегда очень активно голосуют. У нас всегда активность больше 50% явки. Среди избирателей этого участка и почетный гражданин Ленинского городского округа Гульнара Романадзе. Проголосовать она решила сразу по пути на работу. Ходить на выборы – это гражданский долг любого человека, который проживает в стране. Которого надо любить и уважать. А за Ленинский округ, конечно, я первая пришла, потому что мне же интересно, кто будет депутатом. Я хочу, чтобы были те депутаты, которые любят наш округ, которые могут помочь во всех проблемах. В пятничное утро избирательные участки были полны людей. Высказать свою гражданскую позицию стремилась как молодежь, так и люди старшего поколения. Мы, наверное, старое такое поколение. Я понимаю, можно проголосовать за всех, но прийти на выборы мы обязаны. Потому что мы выбираем будущее наших детей, будущее наших внуков. Вот понимаете, мы должны быть патриотами своей России. На участках соблюдаются все антиковидные меры. На входе измеряется температура. При необходимости избирателю выдается маска. Работа избирательных участков началась сегодня в 8 утра и продолжится до вечера 19 сентября. За это время жителям предстоит сделать ответственный выбор. Кто из кандидатов будет представлять их интересы в Московской областной и Государственной думах. А мы продолжим следить за голосованием. Александра Столярова, Кирилл Иванов. Видно этого.